Мы представляем портал ***, и хотели бы у вас, как у пиар-директора Vostok Games, создателя игры Survivorium, узнать, собственно, основной концепт, идею этой игры. Ну, концепция игры говорит о том, что мы находимся в постапокалиптическом мире, в будущем, когда на Земле происходит масштабное экологическое бедствие, катастрофа, которое приводит к тому, что человечество погибает, то есть это всевозможные катаклизмы, связанные с мутациями неизвестной природы растительности, животных и так далее, которые становятся слишком агрессивны, и человек вынужден бороться за свое существование. То есть это мир хаоса, государство исчезает, люди вынуждены как-то объединяться, те единичные выжившие, которые остались, они объединяются, сражаются за ресурсы, за какие-то базовые вещи, территории, за убежище и так далее, то есть идет борьба за выживание. Вот примерно в таком мире мы начинаем играть, и игроку предстоит научиться выживать, ему предстоит развивать своего героя, навыки, воевать, конечно же, в общем, это шутер, это онлайн игра, мультиплеерная, и здесь мы будем сражаться с живыми людьми. Во всяком случае, пока в разработке находится пвп режим, это командный бой, и на карте будут сражаться две команды, они будут не просто стрелять и метко поражать противника, но также они будут искать различные ключевые предметы на уровне, которые случайным образом появляются, их нужно притаскивать на свою базу, защищать эти предметы, защищать базу и пытаться за короткое время собрать некий важный очень агрегат, который позволит защититься от шторма. Есть такой эффект. Понимаю, то есть сейчас в разработке всего один режим, да? Сейчас в разработке пвп режим командный, у нас запланировано еще два режима, это кооперативное прохождение вместе с друзьями касательно миссий, то есть это сюжетные какие-то задания, которые мы проходим. Это то, что фаны сталкера очень давно хотели, мы тоже как бы решили наконец реализовать такую возможность. И это свободный режим, где ты играешь как одинокий волк на карте, у тебя одна жизнь, ты идешь, исследуешь карту, она большая, в ней есть какие-то спрятанные предметы, информация и так далее, ты можешь объединяться с другими игроками, которые параллельно с тобой играют на этой карте. То есть это непредсказуемая такая вот ситуация, где есть ограниченные ресурсы, есть борьба за выживание и в этих условиях придется сражаться. Ну, вы упомянули фанатов сталкера, следовательно, Сервариум как проект можно считать идейным продолжением сталкера. Да, именно так мы и позиционировали игру, то есть со времен сталкера 2 у нас остались какие-то нереализованные идеи, амбиции и так далее, и мы хотели, конечно же, донести это до игроков. Безусловно, в онлайн игре по сравнению с обычной сингловой игрой действуют какие-то другие механики, нельзя реализовать все в том же объеме и в том же виде, как, например, это можно было сделать в сталкер 2, но, тем не менее, то есть это, конечно, новый мир, но какие-то идеи и элементы останутся, то есть это и те же аномалии, и артефакты, и группировки, и похожая атмосфера, то есть это и это постсоветские пространства, это то, что мы делаем сейчас, но сейчас Урвариум уже выйдет за рамки той же Чернобыльской зоны, то есть гипотетически это может быть любое место на планете, которое может стать предметом действия и локации в игре. Понимаю, но раз уж мы говорим об этом, то почему именно онлайн, почему не сингл игра, если остались недосказанности после сталкера 2, почему именно такой путь избран? В условиях, когда GSC закрылась, у нас, как бы, мы искали пути, конечно же, продолжить сталкер 2, но, увы, обстоятельства сложились так, что нам не удалось, как бы, получить права на сталкер, и подобный проект, он также требует большого финансирования, ну, как бы, на самом деле мы сидели, думали и поняли, что онлайн-направление сейчас это, наверное, очень перспективная вещь, потому что, в принципе, все большие проекты сейчас так или иначе начинают уходить в сторону онлайн-направления, это современно, это дает возможность разработчикам постоянно модифицировать, улучшать игру. Для игроков это возможность начать играть без ожидания 3, 4, 5 лет выхода игры, то есть это совершенно другой принцип и подход в разработке, и нам это нравится, мы хотим развивать игру, и это позволяет также учитывать мнение игроков и развивать ее в том направлении, в котором это интересно самим игрокам, то есть, по-моему, как бы, это выигрышное направление, и, ну, мы довольны тем, что вот это все-таки онлайн игра. А вот мы видели геймплей некоторое время, и выглядит игра очень солидно, очень хорошо. А когда же, собственно, всем-то можно будет поиграть? На какой сейчас стадии этот проект? Пока все еще закрытая альфа, у нас идет тестирование, и пока лишь ограниченное количество игроков получило доступ в игру. Это связано с тем, что существуют определенные технические задачи, которые все еще предстоит решить, но мы все-таки ориентируемся на то, чтобы PvP-режим появился уже в конце года в виде открытой беты, то есть так, чтобы в него могли играть все желающие. Ну, а пока что идет альфа-тестирование. Возможно, в течение месяца-двух мы сможем перейти в стадию закрытой беты, то есть туда мы уже сможем пустить большее количество игроков в тест. Ну, и постепенно это количество будет увеличиваться и увеличиваться вплоть до релиза. Игра фри-то-плейная? Игра фри-то-плейная, то есть в нее можно играть бесплатно, скачав, например, с нашего сайта. В игре будет предусмотрена возможность платежей, как бы, но, то есть, опять же, мы знаем слишком много примеров плохих, как бы, решений с точки зрения оплаты в играх. Мы придерживаемся тактики такой, что игра не должна, то есть ты не должен платить за какие-то вещи, которые позволят тебе сразу одержать победу или выигрывать, быть лучше других. То есть ты должен все-таки проявить свои навыки, как игрок, и играть, скажем так, на уровне с остальными. Платить можно за дополнительный какой-то комфорт или удобство в игре. То есть если у меня нет времени, как бы, играть долго, и я хочу, ну, я могу заплатить, то почему нет? То есть, как бы, результат будет одинаков с тем, что, скажем, другой игрок, который не хочет платить, он просто будет тратить больше времени на то, чтобы достичь того же результата. То есть вот примерно такая стратегия. То есть это какие-то, может быть, визуальные вещи, которые не влияют на баланс игры. Это та модель, как бы, платежей, которую мы хотим внедрить в игру. Я уверен, очень многие зрители наши рады, что мы узнали, что донат в игре хоть и будет, но игру явно не погубит, раз такая стратегия, потому что мы знаем много примеров, когда без доната уже ничего сделать нельзя, и это, конечно, всех огорчает. Ну и напоследок такой вопрос, не сильно относящийся к проекту Сервариум, но я уверен, что все его хотели бы вам задать. Есть ли призрачная возможность, что будет в Сталкер 2? Возможность всегда остается. Нам бы тоже этого хотелось, но пока что все усилия на Сервариум, в дальнейшем жизнь покажет. Отлично, спасибо большое. Это был Олег Егорский, пиар-директор компании Восток Геймс. Продолжение следует... Продолжение следует...